Пригожин сломался и сам стал развенчивать кремлевские нарративы. Автобусное сообщение Крыма с Херсонской областью под угрозой после прилетов по Ченгарскому мосту. Уропатриоты встревожены, а Путин тем временем демонстрирует свою полную оторванность от реальности. Наши мужики наколотили 245 танков противника. О панике в российской пропаганде говорим в новом выпуске. Давайте проверим. Я Олег Борисов. Поехали. Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин то ли решил сменить профиль и так же, как и мы, занялся борьбой с российской пропагандой, то ли по другим причинам вдруг выдал получасовое интервью, в котором в пух и прах разнес почти все скрепные российские пропагандистские тезисы. Бюджеты пилились. Донбасс был прекрасным местом, где распиливались деньги, как сотрудниками администрации президента. Сначала это был Сурков, потом был Казах. В ФСБ тоже была абсолютно понятная иерархия генералов. 8 лет донбили Бомбасс. Отныне этот нарратив российской пропаганды неправда. Не верите? Сам Пригожин об этом сказал. Украинцы имели группировку, которая находилась по границам с территорией Донбасса, как раз ту, которую мы проламывали от Попасной до Артемовска. Эта группировка обменивалась выстрелами. Мы били по ним, они били по нам. И это происходило все эти долгие 8 лет, с 14 по 22. Ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия. И они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. По словам Пригожина, так называемая спецоперация начиналась совсем по другим мотивам. В Кремле мечтали установить в Украине марионеточный режим. Важнейшая задача операции была, это назначение неким президентом Украины Медведчука. Того самого Медведчука, который уже заранее пробрался в Киев, сидел и ждал, когда придут войска, Зеленский убежит, все сложат оружие и он станет президентом этой Украины. Для тех, кто смотрел наши выпуски или читал западные издания, это не новая информация. А вот для российской аудитории, особенно ура-патриотической, это разрыв шаблона. Ведь оказывается, с 2014 года никто и не думал о защите русских. Все куда прозаичнее. Банальная материальная выгода. После 2014 года, с 2014 по 2022 год, Донбасс весь распиливался. Донбасс разворовывался различными людьми. Часть из них были из администрации президента, часть из ФСБ, часть привлеченные олигархи, такие как Курченко. Это люди, которые воровали деньги у жителей Донбасса. Война была нужна не для того, чтобы вернуть в наш лоно российских граждан, и не для того, чтобы домилитаризировать и донацифицировать Украину. Ну, знаете, какой-то террорист решил подкровенничать на камеру. И что с того? Дело в том, что эти слова Пригожина можно засчитать за показания. Ведь он и его ЧВК Вагнера принимали непосредственное участие в событиях на Донбассе с 2014 года. Фактически он один из архитекторов оккупации части Донецкой и Луганской областей. И в курсе происходящих там процессов. И не важно, то ли он хочет заработать электоральные очки, готовиться к российской смуте, или по другим причинам стал идти в разрез российской пропаганде. Главное, о чем говорит происходящее, путинская иерархия пошатнулась. И причина этому – неудачи российской армии на фронте. О них рассказал сам Пригожин. Россия проснется в какой-то день и выяснит о том, что уже и Крым передан украинцам. Но в то же время Путина он пока не критикует, а лишь его окружение за то, что, мол, кладут дедушки на стол папочки с неправдивой информацией. И действительно, Путин продолжает удивлять своей оторванностью от реальности. И когда его спрашивают об украинском контрнаступлении, то у него включается генератор случайных чисел. Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа. Шансов у противника нет. Они это понимают. Поэтому и встали сейчас. То есть за две недели 245 танков и больше 600 бронемашин? Для сравнения. В 1941-1942 годах в масштабной битве за Москву Вермахт потерял полторы тысячи танков за 30 недель. То есть где-то в среднем по 100 машин за две недели. Сейчас бои далеки от той интенсивности. Выходит, Путин эти числа просто выдумал. Да и обстановка у россиян на юге Украины не очень. 22 июня был нанесен удар по Чингарскому мосту, что подрывает снабжение южной группировки российских войск. Оккупанты кинулись утверждать, что нарушение логистики не скажется на военной обстановке. Это ничего не решает для результата спецоперации. А, так мы это помним, знаем. Проходили уже. Эти все разрушения ничего не решают в пользу того, что что-то говорит о том, что нацисты ворвутся в Херсон. Не так оптимистичны российские уропатриоты. Они снова озлоблены на то, что такое допустили, и требуют жесткого ответа. В СУ обстреляли мосты на административной границе Херсонской области и Крыма, вблизи Чангара. Мосты через Днепр и Южный Буг стоят. Ну что, противник начал отрезать Крым от Херсонской области. Это еще зона СВО или уже нет? Ну что ж, ждем теперь жеста доброй воли уже из левобережной части Херсонской области. На этом все. С вас лайк и подписка. Ну а с меня новый выпуск программы «Давайте проверим». Пока.